Да, допустим, родители стареют, они остаются старшими, но ты должен иногда по-другому начать заботиться. Например, ты маме говоришь, вот я маме говорю, мама, я купил беговую дорожку, потому что она когда, чтобы ходить ей по улице, она уже спотыкается, падает иногда, потому что уже старенькая, то есть ей тяжело ходить в целом, координация движения уже страдает. Я ей купил беговую дорожку, говорю, мама, каждый день по 3,5 километра на беговой дорожке, каждый день будешь к ней писать, что походила. Ну то есть получается, что я как старший себя с ней веду, понимаете, но я уважаю ее, она моя мама, понимаете, просто я так о ней забочусь. Это вид заботы. Иногда пожилым людям надо что-то напоминать, говорить им, это вид заботы. Это не означает, что ты, ну как бы, начал старшим, стал отцом для нее, нет. Просто ты так заботишься, она остается старшей для тебя. У меня мама в 40-градусном морозе, она на крайнем селе родилась, она меня вынашивала, в каблучках ходила, у нее не было денег, даже купить себе зимнюю обувь. Понимаете, я не могу это забыть, поэтому я уважаю ее, как мать, но при этом заставляю ходить на беговой дорожке каждый день. Почему? Потому что она не понимает глубоко, так как я, что если она не будет двигаться, она не сможет жить дальше. В пожилом возрасте у нас до каждого дня ходить, иначе жизнь сокращается очень быстро. Один день пропустила, все, силы теряются сильно очень. Родители не пожилые, все равно глупые, да? Да? Ну, по-доброму говорите, мамочка, скажи мне, вот это правильно или нет? Она говорит, конечно, выпивать правильно, что ты меня спрашиваешь? Ну, тогда не надо больше спрашивать. Просто молитесь за нее, чтобы она осознала, что Бог ей дал знание. Да, такое возможно. Все равно надо уважать, заботиться о ней. Люди становятся детьми в пожилом возрасте, потому что они неправильно живут. Называется деменция. Деменция — это сильное напряжение в психике, которое превращается в инфантилизм. То есть психика не может уже работать. Напряжение до такой степени доходит, что человек соображать даже не может. Напряжение лечится длительным движением, мои хорошие. Напряжение — это энергия воздуха неправильно. Длительно двигаешься, напряжение гаснет. Все. Но это я вам говорю. Если человек уже это имеет, он это не поймет. Он хочет жить в твоей жизни. Да. В своем жизни. Да. В этом неправильное мышление. Ну, что делать? Надо терпеть. Как общаться? Как объяснить? На дистанции. Чем больше мать привязана, женщина, которая сильно... Не так часто — это нормально. Не хотите — это плохо. Вот смотрите, надо просто понять, что в чем знание. Женщина любая живет счастьем своих детей. Если вы не хотите с ней общаться, значит, вы такая же. Вот у вас дети будут, вы так же будете себя вести. Это одно и то же. Это ваша судьба. Нужно просто понять, что это неправильно через родителей. Потом судьба вам покажет через ваших детей, что вы такая же. Понимаете, да? Ну, то есть надо понять, что люди бывают, ошибаются в жизни. То есть жить жизнью своих родственников — это женский способ эгоизма. Ну, то есть она наслаждается своими близкими людьми. То есть женщина наслаждается не своей жизнью, а жизнью своих близких. Надо не наслаждаться их жизнью, а надо им помогать. Это совсем разные вещи принципиально. Это называется любовь. А желание контролировать жизни близких — это эгоизм женский. Ну, и у женщин есть эгоизм, мой хороший. Вот хоть убейся. У всех людей есть эгоизм. Надо просто принимать это, потому что у нас он тоже есть. И терпеть близких людей за это. Но близко общаться с силой не надо, сгоришь. Если она сильно хочет контролировать, значит, что это сильно забирает силу. Ну, надо чуть дистанцию. А вы по-доброму. Вот мне мама звонит. Олег. Я говорю, мама, чего? Мне тяжело это слушать, естественно. Опять на Украину. Я говорю, да, мамочка, опять. Но там же война. Я говорю, война в Донецке. Я в Киев еду. Там нет войны. Все равно опасно. Я говорю, мамочка. Мне тяжело, конечно, я уже думал, надо трубку бросать. Мама, говорю, все нормально. Терпеть надо, терпеть, понимаете? Потому что так устроен этот мир. Мы эгоисты все. И когда человек эгоистично себя ведет, его надо терпеть. Понимаете? Вот у вас есть друзья, знакомые? Да. Конечно. И вы не зависите ни от кого из них, да? То есть вы не чувствуете, что вам скучно без кого-то из них. Он скучает, что ты не скучаешь. Это значит, что вы не так сильно скучаете, как мама. Понимаете? Потому что мама скучает очень сильно. Она хорошая или плохая? Все. Хорошая, то есть, да? Ну, у нее есть свои недостатки, правда? Все. И вы спокойно это воспринимаете. Иногда она достает. То есть нет, иногда она достает, а иногда вы не воспринимаете неспокойно, да? Не принимаете иногда судьбу. Значит, нужно от нее чуть подвинуться и молиться. Потому что когда она вас достает, значит, вы не справляетесь со своей судьбой. Это значит, что когда-нибудь придет момент, и вы будете точно так же кого-то доставать. Потому что если вы сильнее этого, вы не будете раздражаться на маму. Таков признак вашей силы. А если вы раздражаетесь на маму, значит, вы такая же. Я имею в виду вопроса, чтобы я маму уважаю, люблю. Это мне очень ценно, человек, для меня жизнь. Я хотела, я вам скажу, как бы. А мама не хочет. Я ей не скажу, я иду по дружкам. Вы глубоко воспринимаете меня как личность? Мам? Меня. А, да, конечно. Когда мне люди задают очень глубокий вопрос, мне приходится отвечать, веря, что вы услышите. Если мама не хочет ходить в храм, а вы сильно переживаете за это, знайте, что мама олицетворяет вашу прошлую жизнь. Вот точно так же, как в прошлой жизни вы не хотели ходить в храм. В этой жизни ваша мама вам возвращает все назад. Поэтому терпите, ничего не сделаешь. А вы тайком ходите в храм, то есть она не знает даже. Я скажу, что меня иду в храм. Супер вопрос. Отвечаю вам. Нехороший на этот вопрос. Всем отвечаю, не только ей. Обман – это когда ты что-то делаешь против Бога. Запомнили, что такое обман? Обман – это против воли Бога, допустим. Украл деньги у кого-то. Или изменил жене. Это называется обман против воли Бога, когда что-то делаешь. Но если ты что-то делаешь для Бога, а кто-то не хочет это принимать, то это не обман. Вы просто маме не говорите все. Да и скажи мне подружки. Да, вы не говорите просто все, что хотите сказать. Это не обман. Вы жалеете маму просто, жалеете. Вы жалеете маму. Человек, когда он идёт к Богу, он имеет право чуть-чуть скрывать. Но вы просто разницу поймите между движением к Богу и движением к злым силам. Движение к Богу означает делать то, что людям принесёт пользу в конечном счёте. Если люди замыкаются в какие-то секты, которые потом заставляют убивать людей, то это не то, что Богу нужно запомнить. И люди часто это тоже делают скрытно, под предлогом, что ради Бога можно и посекретничать. Поймите, всегда всё, что связано с Богом, приносит человеку в конечном счёте счастье. И не только одному человеку, а всем людям на земле. Поэтому всё, что связано с Богом, это доброта, любовь, сострадание, смирение. Бог никогда не хочет, чтобы кто-то кого-то ненавидел и убивал. Запомнили? Ну так, на всякий случай, я как бы в этом тоже не помню. Субтитры создавал DimaTorzok